так мы ждем 5 минут традиционные 5 минут народ едет с работы домой запись пошлем обязательно то их не вопрос вы не уходите потому что вы не уходите потому что запись и записью вот но тем не менее могут быть какие-то вопросы которые интересуют только вам вас время презентации пожалуйста ребята у кого есть вопросы пишите в чат будем контролировать да конечно всем высшим запись получат все у нас 57 человек уже сегодня зарегистрировалась на вебинаре ну еще буквально несколько минут подождем люди подключаются а что я такой маленький не поставили до верху сверху да там вот бью там вас пикер выберите то вы будете большой ну ладно мне так хорошо так шестьдесят четыре человека наконец-то в канаду пришла пришла весна пиролита наконец-то тепло пришло она это мне кажется весна не бывает во всяком случае здесь сразу летом наступает резко притом я уже два раза позагорать успела и сразу жара и сразу кондиционер нужен да да климат меняется конкретно конечно я хочу понять у нас вообще сегодня на нашем вебинаре кроме россии у нас есть еще ребята из других тоже стран насколько я понимаю довольно интересно узнать каких стран еще ребята просто в чат откуда вы азербайджан таир классно обожаю баку правда был бы так очень давно я классно казахстан 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 алматы я только что раз с нурсултаном разговаривал с одним из своих клиентов город носил там бывший астана ну конечно не слышу вас и пана вам нужно будет подключить аудио россия ну куда же без россии как мы сами все из россии алексей слепых привет так сколько у нас время не вижу 12 05 на цель 5 ну что мы начинаем тогда да я думаю так будут тихонечку наверное люди подключаться вот и мы начнем дорогие друзья всех мы очень рады вас видеть к сожалению мы не видим вас но вы нас видите мы вас чувствуем вот прям здесь вы рядышком с нами вот спасибо большое тем кто изобрел интернет вот это дает возможность нам через континенты через океан общаться и разговаривать о каких-то общих интересах об общих делах сегодня мы будем говорить с вами о канаде сегодня мы будем говорить с вами о возможности поступления в один из самых прогрессивных я бы так сказал колледжей вот имеющих и хорошую историю и по трудоустройству этот колледж занимает один из одно из ведущих мест в онтарио вот предлагает уникальные специальности которые не предлагает ни один другой колледж канада это колледж дурхам который находится в ошеве ну прежде чем продолжить я бы хотел представить сегодня наших спикеров вот ксения антонова вот она сама из россии вот из челябинска вот и много лет уже тоже живет в канаде вот работает как раз в колледже дурхам вот сегодня мы будем говорить на русском языке естественно это все облегчит нам понимание и общение вот анна рыжова иммиграционный консультант в прошлом руководитель образовательного агентства вот всю кухню от и до знает как чего где поэтому я думаю что в процессе работы мы обязательно будем обращаться к ней за помощью и по визам и какими-то иммиграционным вопросам они сегодня расскажет нам о иммиграционных вопросах о новых каких-то требованиях со стороны правительства канады в области иммиграции в области получения виз и так далее и так далее и так далее вопрос архи сложный я бы сказал так сказать не менее сложно чем поступить в колледж а в некоторых вопросах бывает иногда и более сложный более трудоемкий более ответственный и естественно более нервно затратный я бы так сказал вот ну и я алексей сорин я сегодня являюсь одним из организаторов сегодняшнего мероприятия вот я руководитель многолетнего агентства которое более 30 лет существует на рынке россии стран снг вот называется дарик ток созданным в девяностом году российское агентство и уже более десяти лет мы с 2011 года мы созданы образованы были в канаде как филиал российского агентства ну и сейчас в основном работаем со стороны с территории канады вот немножечко расскажу о канаде буквально несколько слов вот и дальше мы предоставим слово ксении я хочу сказать чтобы вы пожалуйста пишите вопросы я правда пока вот что то не вижу где у нас можно их задавать ну я постараюсь тоже по мере возможности и я и мои коллеги буду вам отвечать вот как только мы сейчас с этим разберемся понемножечку вот значит если какие то вопросы неясности пожалуйста там в презентации в регистрации были указаны наши телефоны наши были указаны нашего агентства в первую очередь да были указаны контактные какие-то электронные почты и вот не стесняйтесь звонить не стесняйтесь спрашивать вот постараемся ответить максимально с тем чтобы вам помочь поступить в канаду и учиться здесь значит что такое канада на сегодняшний день это вторая по территории страна вот но с очень небольшим количеством населения по сравнению с россией то есть вторая после россии по территории вот здесь проживает 30 около 30 сегодня миллионов вот страна проводит активную иммиграционную политику активно обращается студенческая иммиграция они сегодня об этом подробно расскажет вот приведет какие-то примеры вот обязательно значит ну кроме того что я хочу мы уже начали сегодня об этом говорить вот с коллегами да что сегодня она где-то в общем полный социализм вот это то что россии мы так сказать долго к этому шли вот потом решили от этого отказаться вот почему то но вот зато в канаде это все пока процветает вот ну канада канада стран среди стран большой семерки на первом месте по уровню и качество жизни это признано в топ-3 стран по условиям проживания это уровень жизни экологии культуры образования уровень преступности под данным организации экономического развития и сотрудничества торонто calgary ванкувер топ-10 наиболее пригодных для жизни городов по рейтингу экономист по уровню образования канада на первом месте среди стран с наиболее высоким уровнем жизни больше 50 процентов взрослого населения канады имеет среднее или высшее образование это говорит о том что конкуренция на рынке труда достаточно высокое это тоже нужно иметь ввиду вот ну мы так сказать люди из советского союза бывшие бывших советского союза мы люди активные энергичные знаем чего хотим и умеем так сказать добиваться это очень здорово это действительно так ну о нашем агентстве я уже начал говорить мы с 90 года работаем помогаем практически по всем позициям нашим клиентам и полное сопровождение и зачисление на визу ксень может быть начнем презентацию показывать хорошо да значит следующий слайд я уже про это сказал вот значит до канаде ну вот еще несколько слов упрощенный миграционный режим возможность остаться в стране после обучения до трех лет право на работу во время обучения возможность получения родительской визы вот ну и удовлетворяет разным финансовым возможностям топ-3 стран по мира по индексу лучшей жизни как я уже об этом сказал следующий слайд пожалуйста вот с 90 года как я уже сказал мы работаем на рынке россии и страны снг значит последние 10 лет ведем свою деятельность с территории канады вот обеспечиваем полное сопровождение зачисления проживания визы совместно с аннами об этом будем говорить работаем напрямую с колледжами представляем свыше 40 учебных заведений в канаде только в канаде и других странах тоже естественно вот индивидуальный подход гарантируем качественное обслуживание предлагаем гибкую систему скидок ну не хваляясь могу сказать что до 95 процентов к ребят к нам приходит обращаются вот горжусь тем что к нам сейчас обращаются уже дети тех студентов которых мы отправляли много 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 лет назад да вот уже подросли вот учится в школах кто-то уже готовится к университетам и это очень здорово это очень приятно следующий слайд пожалуйста ксень следующий слайд спасибо вот услуги наши подготовка медиационных рекомендательных писем подготовка режиме портфолио регистрации на программе ведение переговоров с учебным заведением решения всех организационных вопросов в том числе связанных с выбором предмета и так далее и так далее подготовка к собеседованию посольстве в случае необходимости еще раз повторюсь это такая достаточно редкая сейчас бывает услуга но тем не менее иногда требуется помощь получении студенческой визы здесь мы работаем с иммиграционным агентом с иммиграционными консультантами она одна из них это основной наш партнер в области получения визы ну и помощь подборе жилья естественно это тоже немаловажный аспект вот мы рекомендуем как правильно все сделать за вас жилье мы не подбираем только в том случае если это требуется подбор вернее помощь в плане так сказать общежития если эта квартира если этот дом если это там и так далее и так далее естественно мы работаем в полном контакте со специалистами которые этим занимаются мы естественно подсказываем самый удобный наиболее дешевый наиболее экономичный способ снять жилье и арендовать или могут даже купить следующий пожалуйста слайд сразу хочу сказать участникам вебинаров подарок бесплатные конституционные услуги стопроцентная скидка на регистрационный сбор колледжа это нам дурхам делает такой подарок я так понимаю да это на минуточку 100 долларов целых канадских вот вот ну и 50 процентов скидка на услуги тем кто сегодня у нас участвует в вебинаре я пока закончил свою короткую презентацию о себе о нашей компании который уже достаточно много лет запись вебинара обязательно будет и я предоставляю слово ксении ксения антонова сотрудник международного рекрутингового отдела дурхам колледж вот и она вам представит колледж расскажет вам о том как в нем учиться чему учиться и о перспективах спасибо семь начинай а благодарю алексей приветствую вас всех кто присутствует на нашем вебинаре расскажу основные преимущества обучения духом колледжа почему выбор должен идти в сторону духом колледжа и расскажу по нашим уникальным программам алексей видно да 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 все порядке я хорошо да все отлично так друзья я думаю что вы же много знаете про обучение в канаде про обучение в колледже и университете но позвольте мне еще раз рассказать в чем же все таки разница между колледжем и университетом колледж и университет это высшее учебное заведение единственная разница в том что если например вы хотели бы стать преподавателем каким-то научным исследователем то в этом случае многие ребята выбирают именно обучение в университете колледже же все маленечко по-другому вы также получаете высшее образование но а помимо теория идет и практика то есть колледж ориентирован именно на углубленное понимание своей специальности своей профессии именно через практику и за счет этого наш колледж занимает лидирующее положение при трудоустройстве наших выпускников и я чуть позже вам объясню вы поймете почему дальше безусловно это дешевле стоимость обучения в колледже стоимость обучения гораздо ниже чем стоимость в университете в университете в основном идут и теории то есть в основном там нет коп либо филплейсмент а в колледже идет и коп и филплейсмент и возможности для трудоустройства и еще идет помощь от самого колледжа для поиска работы то есть очень много положительных преимуществ для именно иностранного студента позвольте мне рассказать именно про наш колледж про духом колледж ну во первых это государственный колледж он расположен в провинции онтарио посмотрим на карту провинция онтарио от торонто буквально 45 минут езды 30 минут езды и от торонто то есть иногда на машине может даже 25 минут добраться от торонто до Ошева у нас два кампуса Ошева и Уидби главный кампус расположен в городе Ошева все программы проходят в этом городе здесь хочется такой акцент сделать на именно регион дурхом регион дурхом сейчас активно развивается у нас в этих организациях свои создает организация поэтому в плане трудоустройства сейчас здесь будет происходить бум также почему здесь проще стоит трудоустройство в этом регионе дурхом на данный момент всего три учебных заведения три время как в торонто но их минимум 15 минимум то есть да торонто он как больше кажется но на самом деле там конкуренции больше а здесь меньше учебных заведений и соответственно конкуренции меньше это нужно учитывать при выборе учебного заведения а так вот значит дурхом колледж занимает первое место в грита торонто area по уровню занятости выпускников и рейтинг трудоустройства наших выпускников достаточно высокий и почему я сейчас это вам объясню то есть у нас на кампусе это наш главный кампус ошева у нас на данный момент 30 тысяч студентов у нас большой кампус 13 тысяч студентов это студенты full time и всего где-то около 2000 это студенты иностранные со всего мира такое большое преимущество дурхом колледжа в том что на кампусе расположен наш вуз-партнер анталью тех то есть это наш как мы его называем university system вот и соответственно у нас очень много трансферных программ этим университетом и это очень большое преимущество то есть вы езжать в канаду поступайте на 2-3 годичную программу дурхом колледж отучились никуда не нужно переезжать другой город все как говорится через дорогу переходите и уже можете продолжать свое обучение в университете в антарио тех вот такая схема дается экономить студентам до 30 тысяч канадских долларов то есть например если бы вы напрямую ехали учиться в университет например в антарио тех то стоимость была бы где-то примерно 110 тысяч за четыре года чтобы получить диплом бакалавра а здесь если вы выбираете именно обучение через колледж здесь будет примерно где-то за четыре года 70 тысяч то есть экономия очевидна многие студенты предпочитают такую схему но как показывает практика что в принципе даже закончив двух трех годичную программу дипломную этого вполне достаточно чтобы потом устроиться на хорошую работу на высокооплачиваемую и продолжать в своем своей связи здесь представлены у нас более 40 партнеров на самом деле только антарио тех у нас и брок университет и райерсон то есть те университеты которые расположены и в сторонто также есть в других провинциях поговорим про наш второй кампус про кампус выйдем но на самом деле это уникальный кампус я скажу честно я еще таких аналогов не видела у других колледжей этот кампус специально он именно вот направлен на преподавание на кулинаре менеджмент здесь наши студенты они сами выращивают свои продукты сами выращивают сами собирают и готовят блюда различные так вот видите здесь вот эти вот поля хозяйственные поля это все это все наши студенты собственные по собственным рецептом варить свое собственное пиво дендрарии пасеками доносные пчелы и также здесь наши студенты проходят практику то есть в бейстро 67 у нас входит в топ 100 лучших ресторанов канады здесь студенты проходят свою практику по хаспиталити по кулинари менеджмент то есть видите здесь у нас вообще в дурхом колледже такой у нас концепт мы преподаем не только теорию но мы преподаем теорию плюс практику то есть полное поглощение профессии идет через понимание через практическое понимание своей профессии поэтому вот например у нас есть программа эстетичный спа менеджмент мы открыли спа салон на кампусе то есть жители города других регионов могут также обратиться за помощью наши студенты уже на первом курсе работают непосредственно уже с клиентами уже получают опыт например у нас есть программа dental assistant по этой же аналогии у нас есть два dental кабинета вот как видите идет полное погружение в свою профессию свою у вас полное есть представление кем вы будете после окончания колледжа это главное преимущество обучения в колледже после окончания колледжа у вас есть и практика и теория и знания дурхом колледж это очень современный колледж у нас более 200 сообществ студенческих ассоциаций у нас есть футбольные поля фитнес-центры самое интересное что у нас есть чего нет других колледжей это наши уникальные проекты какие именно ну во первых это наш уникальный уникальный отдел по искусственному интеллекту его называется и я их цель создания этого проекта для того чтобы помочь нашим студентам устроиться на определенные вакансии и сотрудничать с нашими партнерами различных областях то есть примерно два года назад к нам обратились наши партнеры различных индустрий в основном бизнеса транспорта с финансовой сферы запросом создать программу по искусственному интеллекту так как в торонто на данный момент существует наибольшее количество концентрация я и компании чем по всему миру представляете то есть сейчас сотрудник именно специалистов по и я большая нехватка дефицит таких сотрудников идет вот поэтому мы создали эту программу и на базе этой программы мы открыли этот я хаб в чем смысл сейчас на данный момент у нас более 40 проектов мы работаем с разными компаниями с большими с крупными компаниями эти компании обращаются к нам только лишь чтобы взять на работу наших студентов на практику практика обычно длится от 16 до 36 недель это может быть разная сфера это может быть и бизнес и финансы и здравоохранения то есть мы сейчас видим сейчас везде в принципе куда несусь в каждой сфере где-то есть уже искусственный интеллект и дальше будет больше и больше больше развиваться вот и все больше и больше будет проектов у нас интересно появляться хочется привести пример допустим вот когда год назад к нам приехала с россии студентка она поступила на компьютер программе отучившись семестр она отправила свое резюме в я и хаб ее взяли участвовать в проекте для цементной фабрики разрабатывать программу специально через через искусственный интеллект так вот она была это около пяти месяцев в этом проекте 17 долларов была ее оплата в час и она даже еще не окончила проект даже еще не окончила программу ей уже предложили рабочее место с годовым доходом 75 тысяч канадских долларов год это очень круто я хочу сказать для студентки первокусницы и о чем-то говорит о том что и у вас тоже есть такая возможность как говорится блеснуть своими знаниями своими талантами главное главное действовать у нас можно в принципе даже по любому направлению у нас есть студенты по биотехнологии которые участвуют в проектах в я и хаб и кемистрии даже есть спорт бизнес менеджмент и паблик релэйшнс коммуникации то есть в принципе по разным направлениям можно участвовать и здесь еще хочу сказать что на базе и я и хаба в этом году у нас появился cyber security центр центр по кибербезопасности где также у нас очень много проектов которых участвуют наши студенты ну и соответственно приобретают необходимый опыт по своей специальности меня слышно да алексей слышно слышно все отлично а второй такой проект нас это тоже интересно называется fast start это для молодых предпринимателей ребят если у вас есть какие-то интересные бизнес идеи если вам хотелось бы открыть свой бизнес то как говорится вы вы обратились по адресу потому что у нас есть все необходимые ресурсы чтобы вам в этом помочь как видите мы работаем с такими компаниями как wearable lg sony samsung у нас очень много успешных студентов которые открыли свой бизнес и сейчас допустим думаю что после пандемии необходимость таких стартап молодых компаний молодых предпринимателей будет только увеличиваться потому что ашава город он развивается сейчас экономические нам просто необходимы такие сотрудники такие предприниматели да и у нас есть компании которые с радостью инвестирует ваш проект вы просто должны предоставить очень интересный бизнес план и он будет реализован если конечно понравится нашим партнерам вот так и еще такое у нас интересное в своем роде уникальная платформа это игровая платформа называется esport gaming arena здесь ребята они у нас отдыхают в свободное время но также здесь у нас очень много проходят и онлайн соревнований с ребятами из других стран мира и сейчас вы знаете что киберспорт набирает обороты очень очень так аудитория по гиперспорту растет уже 36 миллионов человек набрала я думаю что впоследствии но очень многие соревнования будут проходить у нас онлайн так как жизнь у нас сейчас очень сильно поменялась из-за пандемии да вот и поэтому мы открыли программу и спорт бизнес менеджмент и у нас есть еще программа спорт бизнес менеджмент и ребята тоже здесь проходят части компоненты этой программы не получают необходимый практический опыт работы и также у нас есть мрс студию это студия захвата захвата захвату реальности то есть здесь в основном такие проходят программы как арт арт game art animation да здесь тоже у нас есть различные проекты некоторые проекты оплачиваемые некоторые неоплачиваемые все зависит от работодателя но в основном они оплачиваемые проекты идут и тоже наши студенты от 16 до 36 недель участвуют в таких различных проектах тоже в принципе в разных областях потому что сейчас все так быстро меняется все так расширяется и специалисты нужны в принципе в каждой области интересные вот такие у нас уникальные интересные сервисы кроме того хочется сказать что каждые полгода мы проводим ярмарку вакансий для наших студентов последняя такая была в марте у нас это было около двух тысяч студентов и около тысячи смогли устроиться на работу то есть мы специально организовываем такие ивенты чтобы вы могли познакомиться со своим будущим работодателем представить себя и завести полезное знакомство таким образом устроиться на работу так основные преимущества средняя стоимость обучения 15 тысяч канадских долларов в год составляет сюда входит страховка производной билет встреча в аэропорту в целом у нас 140 академических программ и здесь важно отметить что практически каждая вторая программа включается и стажировку и практику даже есть программа которая предлагает и стажировку и практику то есть чем отличие кооп и филд-плейсмент кооп он может быть где-то профильным например грубо говоря вы учитесь на бизнес по бизнес программе и но проходите им хортенс например а филд-плейсмент он идет строго по вашей специальности если вы например на аналиста учитесь то он чисто будет например вы будете проводить как ассистент аналиста филд-плейсмент чаще всего идет неоплачиваем это ничего страшного вам главное канадский опыт работы далее такое преимущество как я уже сказала трансферные программы с вузами и партнерами где вы можете сэкономить до 30 тысяч канадских долларов и также мы предлагаем стипендии стипендии за высокий балл по IELTS TOEFL и если у вас есть дуолингу мы также предлагаем стипендии в размере 1250 канадских долларов в год но чем выше IELTS тем выше стипендия если у вас будет IELTS 8.0 то скидка будет скидка стипендия будет 2000 канадских долларов со второго семестра видите в канаде нет бюджетных мест даже для самих канадцев поэтому колледжи они как бы так мотивируют иностранных студентов предлагают скидку на обучение но почему так потому что вы же можете работать во время учебы то есть до 20 часов в неделю вы можете работать конечно пока у нас пандемия пока маленечко с этим сложновато но в целом правила таковы что вы можете работать и зарабатывать какую-то денежку так надеюсь пока все понятно я вижу что у нас есть вопросы в чате но мы на них обязательно ответим так по программам какие у нас мы на них мы на них уже отвечаем Ксения а уже да? да конечно да не волнуйтесь мы на них отвечаем да вот был вопрос такой если так сказать чтобы вы просто не пропустили скажем так были уже вопросы по медицинским направлениям по программам компьютерного дизайна и по программам и по возрасту ну в принципе я все ответил как бы да но по медицинским если не трудно да я расскажу расскажу чуть попозже сейчас по слайду обязательно значит какие программы у нас у нас есть программа для школьников и есть программы для выпускников вуза для школьников это дипломная программа двух-трехгодичные бакалавритские для выпускников вуза это годичная программа постградуэтилибо программа фаст трек да такой вариант такой момент что для тех кто уже закончил университет мы предлагаем программу Bundle. Что такое программа Bundle? Я знаю, что многие из вас, вы хотели бы приехать в Канаду не только на учебу, но и также для иммиграции, правильно? В таком случае я рекомендую своим студентам брать программу Bundle, две постграды, ну как они называются, две постграды программы. Например, первый год вы берете программу Project Management, а второй год вы, например, берете International Business Management. Вот такой вот формат 1 плюс 1 вам позволяет получить рабочую визу на три года. То есть получается вы около двух лет научитесь, год работаете и потом уже можете поддаваться на иммиграцию. Но по этому поводу уже наш следующий спикер вам уже более конкретно расскажет. Но есть такие варианты для вас. Ну а для школьников, если вы поступаете на двух-трехгодичную программу, то вы уже автоматически можете поддаваться на три года рабочей визы. Вот. Какие у нас программы бакалавра? Бакалаврские программы, 4 года. Ну, конечно же, у нас в этом году появилась по искусственному интеллекту. Это очень актуально. Очень много идет предметов, очень много алгоритмов, математики здесь. Также практика здесь входит в эту программу. Это новая программа. Такого программы нет ни в одном другом колледже. Далее это behavioral science, то есть это, в принципе, программа по психологии. Construction management тоже это новая программа, она появилась в этом году. Сейчас, на самом деле, строительство в Канаде очень активно. И нужны специалисты. Поэтому, если вы думаете, стоит ли стоит, не стоит, стоит выбирать программу construction management, потому что нужны специалисты, есть спрос. И, соответственно, если говорить по зарплате, то они очень хорошо зарабатывают. Примерно где-то начинается, ну, от 25 долларов в час на стройке. Ну, вообще, в сфере строительства, да. И может идти, там, именно до 40-50 долларов в час. Вот. И healthcare technology management – это тоже уникальная, интересная бакалаврская программа. То есть это идет, вы изучаете, как пользоваться оборудованием в сфере здравоохранения. В сфере технологии, как его обслуживать, как его закупать, сколько необходимо для больниц. Дальфиник – это очень интересная программа, очень интересное направление. И, опять же, нужны специалисты в Канаде, потому что, если пандемия, сейчас вообще весь сектор здравоохранения просто встрясен, да. Нужны кадры, нужны специалисты, поэтому тоже это очень интересная профессия. И, ну, другие колледжи таких программ не предлагают. Что означает, у вас будет меньше конкуренции при поиске работы. Далее. Программа Fast Track. Ну, это… Что такое Fast Track? Это раньше была программа 2-3 годичная, и мы ее отформатировали, и она стала годичной, да. То есть мы ее ускорили, и теперь эту программу можно закончить не с 2 года, а за 1 год. И в основном эта программа представлена вот по таким специальным темам, как биотехнология, chemical, laboratory technology, environmental technology. Ну, все программы, вы видите, здесь представлены. Они в основном для тех, кто уже закончил университет. Наши программы Postgraduate, опять же, для тех, кто закончил университет, да. Вот, по поводу медицинских. Ну, вы знаете все, что в Канаде очень сложно стать врачом. Поэтому, ну, иностранному студенту, я думаю, даже, в принципе, можно не пытаться. Если у вас нету пиар. Так что своим студентам что я рекомендую? Ну, вообще сейчас вот сектор здравоохранения претерпевает очень большие изменения, да. Нужны специалисты по различным направлениям. Сиделки, медсестры, те, кто ухаживает за пожилыми. Поэтому, в принципе, для вас, вместо того, чтобы предлагать какие-то программы по врачеванию, я вам предложу альтернативные программы, по которым вы также сможете найти работу себе в Канаде. А какие это альтернативные? Это может быть биотехнологии. Это может быть addictions and mental health. Это может быть autism and behavioral science. Это может быть также pharmaceutical science. Это тоже новая уникальная программа, интересная, pharmaceutical science. Также это может быть fitness and health promotion. То есть это альтернативные программы, по которым у вас не будет сложности с трудоустройством. Но хочу сказать, что мы также принимаем и на медсестринское дело. То есть у нас есть квота определенная до 5 человек в год. Мы можем принять иностранных студентов. Я знаю, что тоже есть желающие, кто хочет поступить на медсестру. Да, если есть желание, если у вас хороший бау по IELTS, по TOEFL, то, пожалуйста, я рекомендую вам пробовать поступать, но только через foundation, то есть напрямую. Поступить будет очень сложно. Все ребята поступают именно через pre-health и потом уже идут на нерзинг. Ну а если все-таки есть такие, кто хочет все-таки врачом стать в Канаде, то такая схема. Вам нужно будет минимум 4 года отучиться, получить бакалавр. Потом год вам нужно будет отработать, получить лицензию и пробовать поступить в medical school. Ну в medical school очень сложно поступить. Поэтому многие останавливаются только на нерзинг. У меня есть знакомая девочка, она закончила наш колледж, она учится сейчас, закончила программу нерзинг и работает в больнице для больных детей. For sick kids. Ее оплата туда составляет 45 долларов в час. То есть здесь медсестры очень хорошо оплачиваются. Ну и для школьников дипломные программы у нас все представлены на сайте. У нас их очень много, поэтому я сюда не стала их выдвигать. По graphic design у нас есть двухгодичная программа. У нас есть game art animation, трехгодичная программа animation. Три года также сюда и практика входит. И программа начинается в сентябре, в январе. Вот на этом слайде вы видите программы диплома to degree. То есть это именно те программы, которые были разработаны с нашим вузом-партнером в Ontario Tech. Вот именно по такой схеме. Сначала в Durham College вы берете либо Human Resources, либо Finance, либо Marketing. И затем вы плавненько переходите в Ontario Tech. И за 4 года получается диплом колледжа и диплом бакалавра в Ontario Tech. Очень здорово. Это для тех, кто хочет, скажем так, двух зайцев убить и при том еще сэкономить. То есть у нас 8 школ, 8 факультетов. В принципе, у нас по всем направлениям есть программы. Есть их hospitality, culinary management, и tourism, destination marketing management. Очень много программ по инженерии у нас. Программы по компьютерным тоже направлениям. Программирование есть, аналитика есть. По графическим это, как я уже сказала, graphic design, game development, video production, журнализм у нас очень много. У нас вот на году 2 появились программы по журналистике. То есть у нас очень много выбора. И очень много также выборов в сфере здравоохранения, да, вот именно программ по здоровью. Вот, как видите, здесь у нас есть также вот dental assistant, early childhood education, массаж терапии, физиотерапии, social service worker, healthcare technology management, да. То есть поле, как говорится, не пахано, очень-очень широкий выбор профессии. Только осталось выбрать, чем бы вы именно хотели заниматься в канале. Вот, вся эта информация у нас представлена на сайте. И здесь вот выпускники, наши выпускники Дурхам колледжа. Здесь я вынесла наших студентов, их имя, какие программы они заканчивали, где они сейчас работают, да. Например, Дарья Таяль по data, закончила программу postgraduate, по data. Вот сейчас она работает мастер data analyst в Loblaw. Loblaw – это у нас сеть крупных торговых центров, торговых точек, да. Ну, зарплата, например, где-то у нее там 70-80 тысяч долларов. То есть это стартовая такая зарплата. У нас есть студент Март Милан, он закончил программу Game Art программу. И сейчас он работает в Walt Disney World во Флориде. Но там зарплата, конечно, очень хорошая, 90 и более 100 тысяч долларов в год. Также у нас есть наш студент, который Фил Причард. Он у нас сейчас является вице-президентом Hockey Hall of Fame. Если вы знаете, Hockey Hall of Fame – это наш хоккейный клуб. Вот, поэтому, как видите, здесь наша гордость представлена на слайде. То есть ребята, как видите, наши выпускники из Коша Банк устраиваются на хорошие позиции, на высокие. И также Notice Connect открывает свои частные компании, стартап-компании. И мы в этом им помогаем. Вы уже поняли, почему. Как на сайте, на сайте, на кампусе Дурхом колледжа у нас есть целый портал, job portal. Во время обучения, где вы также можете найти себе подработку. Вы можете быть либо ассистентом профессора, либо вы можете быть work studies student в international office. То есть у нас есть все для того, чтобы, как говорится, преуспеть. Главное – вам действовать. Вот, это главное. И знать о наших услугах, о наших услугах и сервисах, что мы предлагаем студентам. Процесс регистрации достаточно простой. У нас программа начинается в основном январь, май, сентябрь. Нужно подаваться минимум за 4-5 месяцев. Программа заполняется очень быстро. Подачу необходимо делать через нашего канадского партнера, Direct Talk, через Алексея Сурина. Значит, для школьников нам необходим документ, какие школьные, значит, аттестаты, с оценками, да, выписками. И также это ваш аттестат, IELTS, TOEFL, либо DUOLING. Ну, а для выпускников университета – это, вот, пожалуйста, ваш диплом, также с выпиской по оценкам. И IELTS, TOEFL, либо DUOLING. Вот, где-то примерно сейчас, это занимает около 2-3 недель регистрация. Сейчас все программы у нас онлайн будут, с сентября, из-за пандемии. Некоторые программы будут hybrid. Но это тоже очень большой плюс, на самом деле, потому что вы можете и сэкономить на проживание. Первый семестр вы можете отучиться, будучи дома. Дай бог, пандемия тогда закончится, вы можете приехать к НАДО и предложить обучение. Так что много вариантов, на самом деле. Да, то есть здесь вот смотрите, какие у нас поступления вариантов, значит. DUOLING, вот, какие нужны баллы. DUOLING, TOEFL, IELTS. Если есть желание просто пойти изучать сначала, перед обучением, то это можно либо в наш преподавательный центр поступить, либо к нашим языковым школам-партнерам. Вариантов много. Ну и этот слайд здесь указаны наши вузы-партнеры. То есть это трансферные программы, по которым вы можете перевести с ЕСТР в Дурхом колледжа, в университет. И проживанию, быстренько скажу, что у нас есть проживание на кампусе. Это вот так, в резиденции, у нас 4 резиденции. Примерно стоим где-то 1600 долларов в месяц, минимально 1000 долларов в месяц. Вот так вот выглядят комнаты. Самый такой оптимальный вариант – это OFF-кампус. OFF-кампус выглядит вот таким образом. Вот таунхаусы, может быть, конда. А проживание четырехкомнатная, пятикомнатная квартира. Ну, вам нужно будет самим готовить, единственное что. Ну, такой вот вариант стоит где-то 600 долларов. Даже можно найти подешевле. Можно и за 500 долларов найти, потому что в Ашаве все достаточно дешево, дешевле, чем в Торонто. Это тоже очень важно знать. Проживание здесь гораздо дешевле. Можно даже снимать просто квартиру, либо дом здесь. И расходы какие? Что же все-таки, какую готовить сумму? Смотрите, Ашава, Торонто, сравнительная характеристика, то есть общая сумма, получается, в Ашаве будет 23 тысячи казацких долларов в год. Это все, в принципе, всегда хоть обучение, проживание, ну, какие-то дополнительные расходы, да. И в Торонто, ну, Торонто будет подороже, конечно. Где-то 26 тысяч долларов в год и выше. Вот, так что я все, что хотела, я вам рассказала, поделилась, про то, почему вы должны выбрать Дурхан-Колледж. Надеюсь, вам понравилось. И сейчас я готова ответить на ваши вопросы. И затем передам слово Анне. Анна вам расскажет, а как получить заветное разрешение на работу и затем иммигрировать в Канаду. Так, хорошо, Алексей. Да, сейчас, секунду. Ксения, привет, да. Значит, я отвечаю на вопросы, постараюсь, так сказать, не пропускать по максимуму. Поэтому, может быть, давайте мы сделаем так. Мы дадим слово Анне, потому что, может быть, вопросы будут связаны напрямую, связаны и с колледжем, и с программами, по визам, которые они говорят. По визам, так сказать. Поэтому, может быть, вы, может быть, что-то ответите, что я, допустим, пропустил. Но, мне кажется, я постарался не пропустить все. Поэтому давайте, я предлагаю, как вы на это смотрите. И будете, может быть, параллельно тогда отвечать в рамках ее презентации. Ань, ты здесь? Да, да, я здесь, я подключилась. Ну, замечательно, да. Значит, ну что, я предоставляю слово Ксении. Согласна? Да, конечно. Да, все. Значит, видите, как у нас сегодня дружно. Тандем прям целый, такой приятный. Я предоставляю слово Анне Рыжовой. Значит, Анна иммиграционный специалист, как я уже сказал. Вот она вообще сама родом из Москвы. Как и я. Значит, Анна много лет была директором образовательного агентства. Сейчас она в Канаде уже тоже достаточно давно, уже больше 10 лет, да, 12 уже, наверное. Вот, и, значит, она у нас многодетная мама. Я-то я уж как бы открываю секрет. Вот, и Анна кандидат наук, кандидат экономических наук, поэтому я рекомендую, и мы с ней работаем вместе, в том числе по визам. Значит, Ань, у нас не очень много времени, к сожалению, да, я попрошу вас, вот тогда вы уложитесь сокращенно, а потом какие-то, если вопросы, обязательно я вам тогда переадресую их. Значит, Анна, пожалуйста, ваша презентация. Да, хорошо. Тогда, наверное, я, как мне, Ксения, поступить? Вы мне включите презентацию, да, тогда мою? Давайте, да, я сделаю сейчас. Сейчас секундочку, я открою ее. Наверное, я буду просить тогда слайды менять. Да, да, вы просто скажете, что нужно сделать. Супер. Ну, все, можно листать на следующий. Так, значит, мы сегодня поговорим, обсудим такие вопросы, как подача документов на разрешение на учебу, что стоит учесть при подготовке пакета документов, до этого, конечно же, что стоит учесть при выборе программы в УЗИ, когда вы едете на учебу, и почему важно обратить внимание на выбор программы и, конечно же, оптимально посоветоваться со специалистами, да, с консультантами по образованию, и это очень важно для того, чтобы процесс получения вам разрешения на учебу был успешным. А затем мы обсудим про последние изменения, которые произошли касательно студентов по въезду, по визовым процедурам, что сейчас происходит, и какие новые программы. Правительство предлагает для студентов-выпускников, для тех, кто нашел работу в Канаде, потому что, конечно, этот год оказался волшебным, наверное, для тех, кто сейчас в Канаде учится или отучился, нашел работу, потому что очень много нового, да, и правительство делает большие шаги на встречу студентам. Итак, начнем с того, как происходит процесс подачи, как вам подаваться на разрешение на учебу, когда вы уже выбрали учебное заведение или в процессе ожидания еще находитесь своего письма о зачислении или получили уже письмо о зачислении. Итак, подача происходит через сайт иммиграционной службы. Создается учетная запись ваша личная, да, либо если вы подаете через иммиграционного консультанта или представители тогда, у авторизованных иммиграционных консультантов есть свои порталы, через которые осуществляется подача. Сейчас по срокам рассмотрения для всех стран иммиграционная служба ставит примерно 8 недель. Да, вот кто на сентябрь успевал податься до 15 мая, гарантировано рассмотрение до 6 августа, но мы надеемся, что по всем странам, кто сегодня присутствует на вебинаре, все еще успевают даже на сентябрь, если вы оперативно получите письмо о зачислении из вуза и будете подаваться. Но тут, наверное, стоит отметить, да, и Ксения, может быть, тоже здесь скажет, какая политика у колледжа, да, потому что у разных вузов разные сейчас требования к студентам, но поскольку иммиграционная служба разрешила студентам в сентябрьский семестр 2021 года учиться онлайн, то некоторые колледжи разрешают студентам начинать учебу онлайн, если они уже подали документы, но еще не получили разрешение на учебу. Вот, Ксения, подскажите, пожалуйста, это в этом году также останется, ну вот на этот семестр распространяется это правило, или вам нужно будет, чтобы у студентов было уже разрешение на учебу на руках на сентябрь 2021 года? Пока, честно, мы еще ждем, но я думаю, он будет так же, как вот он был, пока не будет. Как это было в течение 2021. Да, либо какой-то просто будет период, когда еще можно будет начать приступить к обучению, потому что мы это обсудим сегодня еще, да, пока нет ясности тоже, сохранится ли право для студентов приезжать в Канаду, пересекать границу, которая сейчас пока еще есть, да, вот, но в зависимости от развития пандемии и ситуация, какая будет, да, складываться с уровнем заболеваний в Канаде, здесь пока, ну, прогнозировать очень сложно, да. Вот, но тем не менее, я знаю, что большинство программ открыты онлайн к обучению, то есть студенты могут начинать учиться и в своих странах еще, если они ждут еще разрешения на учебу, или если граница будет по каким-то причинам закрыта, поэтому это не должно, конечно, вас останавливать. Более того, вот тот период обучения, который идет в сентябре 2021 года, он будет зачтен вам в ваш стаж, получение разрешения на работу, о чем чуть попозже я тоже расскажу. Вот, и так, по пакету документов, да, стандартные списки вы можете найти тоже на сайте иммиграционной службы. Есть общие списки и есть страновые списки для каждого визового офиса. Для Казахстана и России это единый список, да, для Украины немного там он отличается, не знаю, если на сегодня Украина, я слышала, да, еще есть другие страны, вы можете посмотреть на сайте иммиграционной службы, да, есть еще инструкции визового офиса и просьба обратить на них внимание, потому что это именно то, что отличает подачу документов от страны к стране, да, то есть в одной стране, например, могут требоваться от вас обязательно подтверждение проживания на период обучения, в другой стране это будет обязательно, там, оплата какой-то части обучения, там, в третьей стране требования будут к финансовым документам, да, и это все прописано обязательно в визовых инструкциях. Какие-то страны требуют справки о несудимости, какие-то нет, да, то есть такие нюансы, лучше, конечно же, их изучить заранее и свериться со списком. Можно следующий слайд. Итак, когда вы создаете учетную запись, загружаете все документы в свой личный кабинет, да, в свой портал, после этого вам сразу же приходит приглашение на биометрию, и вы должны будете, ну, стандартно дается на это 30 дней, а в течение 30 дней вы должны сдать биометрическую процедуру или уведомить визу в офис, если по каким-то причинам вы не можете записаться, или визовый центр в вашей стране закрыт, или границы перекрыты. Ну, сейчас вроде, слава богу, все потихоньку открывается, но, опять же, да, мы не знаем, как будет ситуация развиваться. После того, как вы сдали биометрию, это процедура снятия отпечатков пальцев, да, вам делают диджитал фото для того, чтобы фотографию цифровую для создания базы, для внесения в базу, биометрию у вас будет действительно в течение 10 лет, потом вы не должны будете ее пересдавать, только, может быть, если потом будете подаваться на пиар, то сейчас все это снято требование. И если все успешно, если все хорошо, и предварительно визовый офис принимает положительное решение по вашему файлу, вы получите приглашение на медосмотр. Его вы получите в том случае, если вы жили в одной из стран, которая является, ну, как, скажем, небезопасной с медицинской точки зрения, да, в первую очередь это касается уровня заболевания туберкулеза, получается, да, но если эта подача идет из Украины, России, страны СНГ, да, то в основном требуется прохождение медосмотра. Если вы подаетесь в какой-то другой страны, например, Арабских Эмиратов, да, если вы там проживали более 6 месяцев в течение последних 12 месяцев, в течение последнего года, то, может быть, медосмотр вам не потребуется. Поэтому это не обязательно и так, но для тех, кто сегодня присутствует на вебинаре, скорее, вы через это пройдете. Медосмотр проходит в авторизованных центрах, и после того, как вы получаете приглашение, вы можете его пройти заранее, но, как правило, процедура такая, да, что сначала вы получаете приглашение, потом проходите, и после этого завершается уже процесс рассмотрения по вашему файлу. Вы получаете запрос на передачу своего паспорта в визовый центр, и когда паспорт вы предоставляете в визовый центр, он попадает в посольство, где представляются визы, и вы, как правило, почтой, да, потому что личные контакты сейчас ограничены, но в основном почты сейчас пересылаются паспорта обратно уже с визами и с письмом о том, что вам одобрено разрешение на учебу и на какой срок. Если что-то пошло не так, да, и если по каким-то причинам не удовлетворен был офицер иммиграционной службы тем, что вы действительно едете с целью учебы или по каким-то параметрам не соответствуете понятию студент, да, по иммиграционному законодательству Канады, тогда вместо приглашения на медосмотр вы можете получить письмо об отказе, да, ну, вы не можете, я надеюсь, вот, но приходит письмо об отказе, и в этих случаях тогда нужно смотреть на причины, да, есть ряд процедур, которые можно сделать, да, можно запросить расшифровку по отказу, потому что, к сожалению, иногда непонятно, да, почему отказали, потому что стандартные формулировки в отказных письмах сейчас ведутся разговоры о том, чтобы пересмотреть это, вот эти типовые письма, которые получают аппликанты на разрешение на учебу, но возможно, и возможно, когда-нибудь это изменится, но пока на сегодняшний день дать стандартные формулировки, где вам непонятно, почему и где вы сделали ошибку, или какие документы предоставили не так, или почему не убедили офицера, поэтому можно заказывать вот эти вот расшифровки, да, по вашим файлам, где уже будет комментарий офицера, где будет, может быть, больше ясности, да, что вам нужно изменить, и как вам можно переподаться в следующий раз. Никаких ограничений по количеству переподачи или срокам переподачи нет. Единственным баном, ну, запретом, да, на переподачу является, если посольство обнаружило, что вы предоставили при подаче документов, какой-то из документов был поддельным, и каким-то образом это удалось специальной службе, для которой есть посольство определить, да, что документ был вне соответствующей действительности, у них большие широкие полномочия, они могут делать запросы в банки, они могут звонить на рабочие места, вот, да, то есть попадет ваш файл на такую специальную проверку или нет, неизвестно, поэтому, конечно, лучше так не поступать, потому что в этом случае запрет на подачу на визу ЕС Канаду будет 5 лет, да, если какие-то документы предоставлены были некорректно. Можно следующий слайд? И для того, чтобы избежать вот этой ситуации, да, вы должны понимать, что когда вы подаете документы на рассмотрение учебного разрешения, вы не должны руководствоваться только тем, что содержится в списке документов, да, вы должны понимать, что стоит за каждым требованием и что хотят видеть иммиграционные офицеры от вашего файла. Но, безусловно, первым требованием, без которого вы никогда не получите разрешение на учебу, это ваше учебное заведение должно входить в список designated learning institutions, это те учебные заведения, которые имеют право принимать иностранцев, и, конечно же, наш прекрасный Дором колледж относится к этим учебным заведениям, безусловно. Значит, потом мотивационное письмо, которое вы пишете, это, ну, один из главных документов тоже, да. Почему? Потому что личного собеседования в посольстве у вас не будет, с миграционным офицером у вас поговорить, возможности, скорее всего, не будет, в очень редких случаях они звонят, да, чтобы уточнить какие-то данные, но это редко бывает по студенческим разрешениям, и в этом письме вы должны изложить свою историю, да, показать, как вы пришли к этой мысли учиться в Канаде, почему именно эта программа, как она вам поможет, какие у вас планы после ее завершения, и ваши планы должны быть в первую очередь ориентированы на ту страну, с которой вы едете учиться. Потому что, несмотря на то, что мы сейчас будем говорить об огромных перспективах и возможностях для студентов, которые есть в Канаде после завершения обучения, пока вы являетесь студентом, вы должны доказать, что по завершении обучения вы вернетесь на родину, и у вас там есть перспективы по другому устройству, у вас там есть связи, там, семейные связи, взрослых студентов уже какие-то, да, там, наработанные бизнес-связи, и как хорошо вы покажете спланированные действия после завершения обучения, которые у вас привязаны к дому, тем больше у вас шансов на то, что вы получите разрешение на учебу. Поэтому дополнительно к письму всегда прикладываются доказательства, да, что вы по завершении обучения приедете домой, вот, это могут быть, это могут быть ваши документы на недвижимость, на, там, членов семьи, может быть, у вас там, я не знаю, большая семья, да, которая вас ждет, и, может быть, это семейный бизнес какой-то, да, может быть, у кого-то уже есть потенциальный работодатель, который вас принять, готов вас принять после завершения программы. В первую очередь, конечно, это требование относится к уже взрослым студентам, которые едут не на первое высшее образование после школы, да, у которых за плечами уже есть высшее образование и подработать. Затем важным моментом тоже, да, который является краеугольным при подаче документов на визу, это ваши финансовые составляющие. Если вы не покажете достаточное количество финансовых средств на обучение, то тоже может быть отказано. Минимум, который вы должны показать на банковском счете, это стоимость обучения одного года, не надо показывать всю программу, если она рассчитана на 2, на 3, на 4 года, да, это один год обучения плюс около 10 тысяч канадских долларов на проживание. Но если программа ваша рассчитана более чем на один год, то тогда вам нужно показывать, показывать то, что, каким образом вы будете финансировать это обучение дальше, да, если вы сразу не показываете всю сумму, тогда там, например, если вы родители отправляете своего ребенка, да, вы должны показать, что вы работаете, имеете постоянный источник денежных средств для того, чтобы и за этот год, пока ребенок учится, вы на следующий год как раз заработаете эту сумму, да, и сможете ее оплатить. Затем по результатам досмотра, да, если что-то пойдет не так, тоже это может быть причиной для отказа, но в основном, да, все, как правило, в порядке с этим вопросом тоже у подающихся. И для, если это ребенок, который имеет возраст до 17 лет, то обязательно предоставлено, обязательно присутствует наличие опекуна в Канаде. Но, конечно, если мы говорим про колледж, то зачисление в основном идет это все-таки, да, 17-18 лет. В 17 лет уже вот это опекунское письмо не требуется, хотя его дополнительно можете просить у вас офицер, тогда нужно вам будет искать представителя официального, да, интереса родителей в Канаде, кто может за ребенка, если что, подписать какие-то документы, которые ребенок, кто у нас лет, имеет право подписывать за себя. Вот, можно следующий. И, да, что происходит после получения визы? Когда вы успешно прошли все эти процедуры, доказали, доказали инновационному офицеру, визовому офицеру, который будет рассматривать ваши документы, что вы действительно имеете намерение учиться, и потом у вас, и у вас крепкие связи с родиной, вернетесь после завершения обучения на родину, вам предстоит приезд в Канаду, да, и само получение разрешения на учебу происходит на границе. То есть вот то собеседование, которое у вас не было в посольстве, оно такое маленькое собеседование будет у вас, когда вы приедете, обязательно у вас офицер таможенной службы спросит, с какой целью вы приехали, где вы будете учиться, входит ли ваш вуз, в котором будете учиться, имеет ли специально одобренный план, да, но сейчас об этом похоже, да, то, что во время пандемии там есть свои дополнительные требования. И пока границы для иностранных студентов открыты, если учебное заведение одобрено для приема иностранных студентов, вот, Дуркму колледж, конечно, относится к этим вузам, также, да, был одобрен readiness-план вуза, COVID readiness, и когда вы приезжаете, на сегодняшний день такое требование, что первые три дня вы должны провести в авторизованной правительственном гостинице, где вы проходите тесты, и потом оставшиеся 11 дней вы должны провести, опять же, да, в самоизоляции, показать, что у вас забронировано проживание на этот период, и что вы, что у вас есть план, да, каким образом там вам будут доставлять еду и так далее. Когда вы, если, да, например, вы приехали на годичную программу, после дипломную в Канаду, и потом хотите продлить свое обучение, или по каким-то причинам не уложились в период обучения, или опоздали на один семестр приехать на учебу, да, и срок вашего разрешения на учебу меньше, чем продолжительность программы, то, если вы были добросовестным студентам, проблем никаких не будет, в Канаде это разрешение на учебу продлить, главное действовать вовремя, да, чтобы не потерять право на учебу в Канаде и продолжать учиться. Ну, сейчас даже вот в течение двух месяцев обычно даже быстрее мы получаем продленное разрешение на учебу, а вот эти внутренние документы сейчас достаточно хорошо оперативно делаются, поэтому с этим вопросов никаких не будет, даже если вы завершили одну программу обучения и поступили на вторую, да, вы сможете поступить, продлить себе здесь разрешение на учебу, то есть не обязательно вам сразу показывать, что вы на две программы едете, да, все это лучше решать, наверное, исходя из вашей ситуации, да, насколько офицер согласится с тем, что вы так надолго едете учиться в Канаду, если вы взрослый студент, особенно. Теперь по правилам работы, да, что тоже является важным для студентов, которые приезжают, хочу обратить ваше внимание на то, что это бонус, да, вот ни в коем случае, когда вы подаете заявку на разрешение на учебу, нельзя говорить, что я планирую зарабатывать там себе на жизнь, да, и платить потом дальше за обучение, это дорога в никуда. Деньги на обучение у вас должны быть до вашей трудовой деятельности в Канаду, поэтому, но студент имеет право работать за пределами кампуса во время учебы парт-тайм, то есть 20 часов в неделю, на кампусе вы можете работать больше 20 часов в неделю, если вы находите какую-то работу, да, в самом колледже, и во время каникул вы можете работать фунтайм, сколько хотите. Если эти каникулы у вас авторизованы вузом, там есть какие-то, да, неделька там перерывов между вашей учебой, или это семестр, который программой положен вам, да, для перерыва обучения. Затем, если, и когда уже вы заканчиваете учебу, да, тогда вы получаете после диплом на разрешение на работу, я об этом сейчас попозже расскажу. И хотела тоже еще обратить ваше внимание, что разрешение на работу для студентов, это не отдельный документ, когда вы получаете на границе разрешения на учебу стадии примит, у вас прямо там ставится отметочка, да, о том, что вы имеете право на работу и сколько. И некоторые программы, которые предполагают элемент стажировки, так называемый кооп, да, вот этот кооп разрешение на работу, кооп work permit, вам выдается сразу тоже на границе, в случае, если при подаче документов на разрешение на учебу вы сразу приложили письмо о том, что в вашей программе есть вот этот элемент неотъемлемой стажировки, который вам необходимо пройти. Так, можно дальше. Значит, что сейчас происходит с въездом студентов в Канаду, какие есть ограничения, есть ли они. Просто в последнее время я знаю, что я на форумах, да, и в новостях очень много пишут о том, что студентам сейчас нельзя приезжать. Вот, пока на федеральном уровне законодательно не было принято никаких ограничений для этого. И на сегодняшний день, если вы показываете, что вы намерены учиться, да, у вас есть письмо о зачислении из вуза, и, как я уже сказала, да, COVID-19 guidance plan, то есть это план по тому, каким образом, да, вуз противодействует распространению коронавируса. Вот, в этом случае вы можете приезжать в Канаду на учебу. Единственное, да, мы тоже, все время нужно проверять, что происходит, потому что сейчас провинции некоторые объявляют о том, что, возможно, да, будут ограничены, будет ограничен въезд в какие-то провинции для международных студентов. Но мы надеемся, что даже если сейчас летом это какая-то будет временная мера, то, возможно, к сентябрю, когда, да, студентам надо будет приезжать на учебу, опять же, все будет зависеть, наверное, от ситуации, которая будет и в мире развиваться, и в тех странах, откуда студенты едут. Но, скорее всего, да, то есть если будет закрыт, наверное, в детстве будет закрыт для всех, но мы не знаем, да, как будет. Ждем, следим за новостями, пока въезд открыт. Вот, единственное, что советует иммиграционная служба, да, если, допустим, у вас в сентябре начинается учеба, а вы уже, вы уже получили, вы уже получили документы, например, да, ваш стадий периметодобрен был в июне, а вы не можете в июне, если на самолет и приехать, обучение у вас только в августе, ой, в августе, в сентябре начинается, да, это будет слишком рано, вам на границе могут отказать во въезде, поэтому можете приехать там, не знаю, в начале августа, в середине августа, как раз для того, чтобы, да, пройти вот этот период карантина и уже приступить к обучению в нормальном режиме, но это должен быть какой-то разумный срок, ну, перед началом вашего, стартом вашего обучения, к которому вы приезжаете. По документам для въезда, да, обязательно, как я сказала, это мини-собеседование, которое у вас происходит при въезде, вы должны обязательно показать планы период карантина, письмо о зачислении в ВУЗ, то, что у вас есть деньги на обучение обязательно, или оплаченная программа, или справку из банка обновленную, которую вы возьмете перед приездом, проверят, делался ли у вами медосмотр, это они по базе у себя могут проверить, да, как давно вы сделали медосмотр и действительно ли он, результат обычно действительно в течение одного года, вот, и если вы видите в сопровождении членов своей семьи, да, если ваши члены семьи, вы подавались вместе, они тоже получили визы, то члены семьи, если вы подавались вместе, как правило, они получают, да, вместе с вами авторизацию на въезд, если нет, то тогда нужно будет дополнительно запрашивать авторизацию на въезд из членов ваших семьи, дополнительно, вот, и здесь, вопрос про родительские визы, если про родительские визы к студентам, да, относятся, то мы советуем сейчас особенно, да, если это выезжают там на обучение дети в возраст, ну, как дети, подростки, уже, точнее, молодые люди в возрасте 17-18 лет, да, то тогда, если это первый выезд за границу, то тогда, конечно, можно родителю тоже сразу подавать документы на сопровождение, подаваться вместе, да, для того, чтобы одному родителю разрешают приехать вместе с ребенком, для того, чтобы, для того, чтобы ему помочь, да, обустроиться и начать свое обучение в Канаде, но, конечно, эти моменты все нужно заранее продумывать, и поскольку, например, на сентябрь уже не так много времени остается, конечно, вместе сразу подаваться. Ну, и если вы будете подаваться отдельно, то просто будет сложнее уже получить авторизацию на въезд, объяснить, почему вы сразу не подались, да, то есть это нужно продумывать, включение в пакет одного из родителей, да, для, там, выпускника школы, который едет на обучение в ВУЗ, оно никаким образом не повлияет негативно на решение офицера. Так, можно дальше. Так, да, теперь, ну, важным аспектом обучения студентов в Канаде является возможность после завершения обучения работать. Канада одна из немногих стран, которая дает такие широкие возможности, да, и, ну, я бы сказала, что, да, это одна из лучших стран в плане миграционной политики для выпускников ВУЗов. В течение 180 дней после завершения обучения вы можете подать документы на последиплом на разрешение на работу, для этого не нужно именно иметь работодателя, достаточно просто завершить обучение, и вы получаете разрешение на работу на срок от 8 или 12 месяцев, если это была годичная программа, и до 3 лет, если эта программа была хотя бы 4 семестра, 4 академических семестра, это 16 календарных месяцев, да, и дипломные программы годичные, это 4 семестра, как правило, да, если вы берете там 2 последипломные программы по 2 семестра, это тоже 16 месяцев, 4 семестра, то есть после таких программ вы можете получить разрешение на работу сроком на 3 года. Обратите внимание, что не все учебные заведения, не все программы имеют аккредитацию, да, большинство ну, я думаю, что практически все программы для иностранных студентов открытые в Дуром колледже не имеют такое разрешение, поэтому здесь, конечно, можете дополнительно посоветоваться с колледжем, когда будете выбирать свою программу, и для, когда уже это разрешение на работу получено, да, это разрешение на работу открытое, вы можете работать в любом месте, да, и когда вы находите работодателя или нарабатываете определенное количество лет опыта работы, вы можете подавать документы на вид на жительство в Канаде и уже оставаться здесь на постоянной основе. Можно следующий слайд, как раз я вот расскажу сейчас, да, какие есть варианты. Итак, первый способ, да, ну, не первый способ, есть федеральные, есть провинциальные программы. На общефедеральном уровне это общие единые условия для всех программ, кроме провинции Кребеку, которая свое иммиграционное законодательство, и это франкофонская провинция Канады, и есть провинциальные программы у каждой провинции, есть возможности тех, кто хорошо в провинции закрепился и устроился продолжать жить в Канаде, да, и впоследствии становиться гражданами этой замечательной страны, да, что мы, какие есть, что нужно для того, чтобы квалифицироваться по программе Canadian Experience Class в Express Center, конечно, это иммиграционная программа, доступная для тех, кто находится за пределами Канады, но квалифицироваться по ней достаточно сложно. Для того, чтобы получить приглашение, вам нужно блестяще знать английский язык, быть в возрасте до 30 лет, желательно, да, и иметь хороший опыт работы, желательно образование на уровне мастера дегри, вот это то, что все то, что было до пандемии. После того, как случилась пандемия, практически уже не было приглашений тех кандидатов, которые находились за пределами Канады, сейчас вся иммиграционная политика нацелена на тех, кто находится внутри Канады, но, конечно же, когда границы откроются, да, опять это станет возможно подаваться напрямую на иммиграционные программы, но вот этот путь через обучение является одним из лучших, потому что он гарантирует вам, особенно при правильном грамотном выборе программы, вам гарантирует трудоустройство, а если вы трудоустраиваетесь, то это ваша там зеленая карта для того, чтобы вы получили уже вид на жизнь. Поэтому вот для участия в Canadian Experience Class и те баллы беспрецедентные низкие, которые сейчас есть в этом году для кандидатов, то есть проходят практически все с любым уровнем языка, образование, главное, чтобы был год опыта работы в Канаде, квалифицированный, да, по, ну, как правило, по той специальности, по которой вы учились в ВУЗе или которую привезли с собой из той страны, где вы проживали, да, эта программа сейчас, вот, да, по ней приглашают очень большое количество студентов, практически всех, кого я знаю, да, кто бы учился в Канаде и у кого какие-то сложности были раньше, в этом году, конечно, квалифицируются все. И таким образом Канада еще раз подчеркивает, да, свой, свой интерес в том, чтобы студенты приезжали и свой интерес в том, чтобы студенты, которые успешно отучились и устроились и нашли своего работодателя в Канаде, да, и могут себя обеспечивать и пласят налоги, да, вот, они получали вот здесь разрешение на работу. Так, у меня заключительный слайд, наверное, да, нет, не заключительный, да, вот просто еще раз повторюсь, да, что новые программы сейчас открываются для тех, кто здесь учится, для выпускников ВУЗов. Недавно была объявлена программа, она 6 мая открывалась, да, уже быстро на нее набрались заявки, это было 40 тысяч, 40 тысяч аппликантов, которые, которым было достаточно для того, чтобы подать документы на разрешение на, на вид на жительство, да, на постоянное резидентство, достаточно было просто завершить обучение в Канаде, да, минимум 4 семестра, или это должна была быть программа вычленной мастер-дегри, то есть выпускники ВУЗов, которые два года отучились, у них был английский на среднем уровне, да, там даже не требовался высокий, высокий уровень знания английского, и трудоустроены по любой специальности, там, да, начинают, я не знаю, кассиров, родителей, ну, то есть любое, любое рабочее место, да, была возможность вот таким экспресс-способом получить свое постоянное резидентство в Канаде. Поэтому действительно, ну, многое делается, и министр иммиграции Канады неоднократно подчеркивал в своих последних выступлениях о том, что, конечно, иностранные студенты играют огромную роль и в экономике Канады, и в будущем Канады, поэтому появляется все больше и больше возможностей для иностранных студентов. Вот, и последний слайд я хотела бы завершить тем, что в провинции Онтарио также имеются иммиграционные программы, да, в котором находится колледж, который сегодня делает презентацию, и вам не обязательно год отрабатывать для того, чтобы вы квалифицировались на эту провинциальную программу, да, недавно была запущена тоже система пулокандидатов, если вы находите работодателя после завершения обучения, который соответствует условиям и требованиям иммиграционной программы, готовит вас в этой программе поддержать, вот, тогда вы можете сделать заявку на, в этот пул, да, и быть отобраны этой программой, вам тогда не нужно будет год отрабатывать, не нужно будет квалифицироваться на канаде на экспириенс-класс, да, вы гораздо быстрее получите номинацию и сможете подать свои документы на постоянное место жительства в Канаде, на постоянное резидентство. Есть такие программы, по которым требуется опыт работы, да, но это больше касается тех, кто приезжает по рабочим визам, или, например, кто-то, есть такие случаи, когда студенты учатся, у них супруги, здесь имеют рабочее разрешение и тоже учатся, да, то есть, если эта семья приезжает в Канаду, то супруги студентов имеют право на открытое разрешение на работу, дети имеют право учиться в государственных школах бесплатно, да, то есть, тоже очень много делается для того, чтобы эти все возможности были открыты, и Канада была привлекательной для международных студентов. Вот, ну, наверное, на этом все, да, если какие-то вопросы еще есть, я буду рада ответить тогда. Ну, Аня, большое спасибо, очень информационно, я думаю, что мы с нашим, так сказать, участникам всем отправим вашу презентацию, и я думаю, что какие-то, значит, по поводу, вот, я не знаю, есть ли возрастное ограничение на обучение, вот, задается вопрос, у нас, правда, уже, так сказать, время истекает, давайте еще буквально минут пять, хорошо, вот вопросы, если вдруг какие-то, значит, ну, насколько я понимаю, формально говоря, ограничений нет, как таковых, Аня, я за вас отвечаю, да, нормально, как таковых ограничений по возрасту нет, ну, это формально, вопрос ведь в получении визы, конечно, конечно, когда тебе уже там под пятьдесят, то визу, наверное, получить сложнее, если ты на какую-нибудь одногодичную программу идешь, да, вот, а если тебе там еще до сорока, то, на мой взгляд, вполне реально, хотя это сложнее, конечно, сложнее, вот, ну, ну, если, допустим, это по бизнесу какие-то программы, если ты уже доказал, что ты, как сказать, состоялся, вот, ну, Аня, вот, может быть, Ну, возрастным, да, возрастным студентам всегда сложно, конечно, получить, это, это самые сложные файлы, да, которые мы делаем, когда готовим документы для подачи, но я спешу вас заверить, и Ксения точно подтвердит, что все программы заполнены, и студенты на них учатся и приезжают, конечно, это сложно, но, но возможно, это не нереально, да, просто вам нужно понимать, что вам нужно будет очень хорошо подготовиться к этому шагу и убедить иммиграционного офицера в серьезности ваших намерений, да, и в том, что, что обучение именно является вашей основной целью, а не будущая иммиграция для начала. Хотя все прекрасно все понимают, это, ну, давайте не будем, как говорится, мы тут, мы тут в узком кругу, вот, все, все прекрасно понимаем, что обучение за рубежом, это не только получение высококвалифицированной, скажем, какой-то профессии, востребованной профессии, безусловно, канадский диплом признается во всем мире, и в России, и в Казахстане, и в других странах, в Европе, безусловно, тоже, то есть тут, как бы, вопросов нет. Другое дело, что всегда, когда мне вот говорят, рассказывают, что, типа, я получу сейчас диплом в Канаде, и прям тут завтра в Австралию поеду, у меня там с руками и ногами. Ну, это все, как бы, все это правда, все верно, диплом твой признают, но понятное дело, что для того, чтобы устроиться на работу в какую-либо, так сказать, страну, вот, всегда ты проходишь еще определенные, так сказать, требования, которые есть у страны именно по наему иностранных сотрудников, там, и так далее, так сказать, серьезные отдельные темы. Можем как-нибудь ее обсудить, но, на самом деле, ну, все как бы хорошо, но не так, чтобы прям, ну, супер радостно, да. Вот, я буквально еще одно слово хотел бы добавить, то, что, конечно, есть куча всяких разных иммиграционных программ, связанных с открытием бизнеса. У нас в процессе нашей презентации был такой вопрос, можно ли купить бизнес, вот, и получить, да, есть специальные программы, причем канадское правительство поощряет, есть программы специального развития Северного Антария, Северного Антария начинается в 200 километрах от Торонто, два часа на машине, меньше даже, да, по хайвею, вот, и уже начинается Северное Антария, да, ты покупаешь бизнес, либо это стартап, вот, если у тебя есть там порядка 200 тысяч долларов и какой-то бизнес, ну, не связанный со сферой услуг, ну, например, там, я не знаю, когда ты производишь что-то, да, и готов, так сказать, в своем бизнесе нанять двух-трех канадцев, то, безусловно, тебе дают еще 200 тысяч просто в качестве, так сказать, такой стипендии, гранта от правительства, вот, плюс еще очень льготные кредиты, ты можешь привезти семью, вот, вопрос, так сказать, в том, чтобы ты здесь развивал этот бизнес и помогал индустрии канадской в том числе. Ну, со стартапами там тоже есть свои, так сказать, условия, свои правила, безусловно, это все не быстрый процесс, но такие возможности есть, еще раз повторюсь, у каждой есть провинции, ради бога, пожалуйста, Канада страна большая, Канада, как они говорят, по крайней мере, да, мы приветствуем иммиграцию, мы ее не поощряем, ну, условно говоря, да, но это, так сказать, тем не менее имеет место быть. Большое всем спасибо, я попрошу, Ксения, пожалуйста, мои два последних слайда в качестве, если можно, моей презентации. Значит, я еще раз напомню всем, что у нас сегодня была презентация, посвященная колледжу Дурхам, который расположен недалеко от Торонто, вот, я напомню, что всем участникам, те, кто захочет учиться в колледже Дурхам бесплатные конституционные услуги, вот, скидка на регистрационный сбор колледжа и 50% скидка на услуги, связанные с непосредственным оформлением, то есть вы понимаете, консультация бесплатна, но с оформлением это где-то порядка 50%, вот, и плюс скидка на регистрационный сбор колледжа, который сегодня составляет 100 канадских долларов. Подарок такой вот, с, так сказать, широкого плеча Дурхам колледжа. Следующий слайд, пожалуйста, если можно. Вот, в вебинаре принимали участие международная образовательная компания «Прямой разговор» и ваш покорный слуга Алексей Сурин, представитель колледжа Дурхам провинции Онтарио Ксения Антонова, сертифицированный иммиграционный консультант Анна Рыжова. И, пожалуйста, последний самый слайд. Все контакты нашего агентства, телефоны, телефон WhatsApp, телефон Viber, email, пожалуйста, звоните, пишите, будем рады вас видеть в скором времени в Канаде, приветствуем вас, и какие-то, если вопросы дополнительные, то обязательно постараемся ответить. Еще раз повторюсь, что не сразу, но в течение какого-то очень короткого времени вы получите презентации сегодняшнего вебинара. Спасибо, всем хороших выходных, всего доброго, спасибо, всего доброго. Спасибо, что потратили время на нас. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо.